Хоронить можно дорого или экономно. Все зависит от возможностей. Но нельзя забывать, что существует гарантированный перечень услуг. Его стоимость 5276 рублей. Что туда входит? Это оформление медицинских документов, это подача автотранспорта к месту, где находится покойный, это облачение покойного, это предоставление гроба. Конечно, он будет не за миллионы, не за 40 тысяч. Он будет обыкновенной деревянной, обитой хлопчатобумажной тканью. Это будет доставка тела к месту захоронения, захоронение и установка таблички. Кроме того, законом, статья 6, четко предусмотрено, что предоставление земли под захоронение предоставляется бесплатно. И когда мы говорим о том, что за землю мы должны заплатить 100 с лишним тысяч, это абсолютное нарушение действующего законодательства. Об этом городские власти неоднократно информируют сочинцев. Но весь вопрос в том, что на территории Большого Сочи 107 кладбищ. Из них на 2014 год муниципальных было 13, сейчас их 25. Самая большая проблема, как мы сегодня уже выяснили, это то, что те кладбища, которые находятся на территории города Сочи, основная масса носит характер стихийных кладбищ. Они не оформлены и не имеют статуса муниципального кладбища. Это самая большая проблема. Вторая проблема, которая сегодня есть, это нормативная база, которая, ну, скажем, оставляет пока желать лучшего. То есть это та деятельность, которой, ну, будем заниматься совместно и за консультацией в крае. По поручению главы города Анатолия Пахомова был проведен мониторинг всех сельских кладбищ. Утверждена муниципальная программа, согласно которой до 2017 года еще 48 погостов должны стать муниципальными. И в этом случае на всех этих кладбищах по закону будет действовать бюджетный тариф. Чтобы эта тема не была предметом спекуляции, МУП «Ритуальные услуги» создали информационную службу по вопросам захоронения. Ее номер 8 938 494 05 13. А частными фирмами, которые спекулируют на беде людей, будет заниматься прокуратура.